В Павлодарской области впервые за 30 лет независимости нашей страны вырастили больше 1 миллиона тонн зерновых культур. Аграрии рассказали, как им удалось достичь рекордного урожая, а также поделились планами на будущее с главой региона, который побывал с рабочей поездкой в районах Иртышский и Теренколь. Рекордным год стал не только благодаря урожаю зерновых культур. Отличились и результаты возделывания картофеля. Фермерам уже удалось получить более 600 тонн и занять лидирующие позиции в республике. Такого результата удалось достичь благодаря использованию новых аграрных технологий. К примеру, в христианском хозяйстве у разбаев уже приступили к строительству орошаемого участка. Продолжительность водопроводных сетей составит более 3 километров. В текущем году, если сравнивать, у нас относительно хорошее урожай на Багаре, но даже при этом раза в 4 больше урожая мы получим на орошении. Аграрии уверены, что при соблюдении агротехнологий и внедрении орошения можно добиться и более лучших результатов. Динамикой развития сельского хозяйства поделился и заместитель Акима нашего региона. Масличные у нас 148 тысяч тонн. Прогнозируем тоже увеличение площади в этом году на 29 гектаров. И также горчиха на 50% увеличилась. В этом году это 50 тысяч гектаров. Прогноз идет 32 было, но вчера уже урожайность у нас поднялась в 88,3 центнеров. Это уже будет около 40 тысяч тонн гречихи. Абыл Каирскаков пообщался и с другими иртышскими аграриями. Уходящий год выдался успешным. Об этом говорят местные фермеры, однако их слова подтверждаются и положительной статистикой. В 2019 году у нас валовый объем продукции АПК был 255 миллиардов. В прошлом году был тоже неплохой рост. Мы вышли на уровень 303 миллиардов. И в этом году прогноз 350 миллиардов. По сути 95 миллиардов тенге в денежном выражении сектор АПК увеличил за два года. Такой рост произошел благодаря поддержке со стороны государства. Однако глава региона отметил, что приоритет будет отдаваться предприятиям, которые переходят на переработку и высокотехнологичное производство. Во всем мире уровень АПК оценивается именно по этим показателям. И обозначил главную аграрную цель для региона. Вовлечение в экономический оборот неиспользованных земельных участков – это тоже хороший показатель. Земля должна приносить пользу. Она должна четко на учете у нас быть. Мы должны четко знать, где какие посевы, где какие культуры, где какой балл монетета, что необходимо делать. Не менее насыщенной была программа и в районе Теренколь. Глава области побывал на овощехранилище Кристинин.